Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Тушили огонь вручную? Эвакуация. Полная эвакуация лагеря. Как алтайские спасатели боролись с огнем в соседнем регионе? Сдали в аренду? Судьба тепличного комбината индустриальной наконец-то решена. День, который изменил историю. ГКЧП фактически своими глупыми действиями предопределил распад Советского Союза. Сегодня в России вспоминают августовский путь. Дымка возвращается. У наших соседей в Новосибирске уровень загрязнения воздуха вновь стал вредным для здоровья. Причина все те же лесные пожары, которые полыхают в Сибири. На Алтае в воздухе пока ничего подобного не зафиксировано. А между тем спасатели нашего региона, которые почти две недели боролись с огнем в Красноярском крае, вернулись домой. На въезде в Барнаул их встречали не только родные и руководство МЧС, но и наша съемочная группа. Подробности у Валентина Аскеровой. С вертолета в самую гущу пожара. Багучанский район Красноярского края. Здесь уже несколько месяцев полыхает тайга. Спасать ее направили 85 алтайских огнеборцев. Здесь они развернули палаточный лагерь и приступили к борьбе со стихией. Вручную копали ямы, чтобы остановить пламя. Всего было 8 групп, до одной, кстати, пламя все-таки добралось. Спасателям пришлось экстренно эвакуироваться. Эвакуация. Полная эвакуация лагеря. Огонь в 30-40 метрах от нас. Палатки сгорели. Никто из спасателей, к счастью, не пострадал. Сегодня, когда уже все позади, пожарные вспоминают самые страшные моменты командировки. Тушим, проливаем с ранцами. И тут мне показалось, что сверху. Я говорю, о, пацаны, вертолеты сейчас будут на нас сбрасывать воду. А они говорят, нет, это верховой пошел. Бежим, бегом. Верховой пожар опасен тем, что в считанные секунды распространяется по ветру. От него не просто скрыться. Нашим огнеборцам по-настоящему повезло. Повезло и местным жителям, так как они были достаточно далеко от очага возгорания. Тушение осуществлялось в глубокой тайге. Ближайшие населенные пункты, там деревни были, находились в 10-8 километрах. А животные? Животные, они как бы более приспособленные, чем люди. Они уже от запаха гари ушли в более безопасные районы. Алтайские спасатели со своей задачей справились. За две недели потушили два гектара леса. Минувшие выходные вернулись домой к родным и близким, которые ждали и переживали. Муж тушил пожары, беспокоились? Конечно, переживали, потому что несколько дней вообще не выходили на связь. Ну, когда вышел на связь все-таки ваши эмоции? Ну, слезы, счастья. Как пояснили в федеральной службе МЧС, на сегодняшний день удалось снизить площадь пожаров в два раза. Правда, цифра до сих пор внушительная. Прямо сейчас сгорит почти полтора миллиона гектаров. В Алтайском МЧС пояснили, что если ситуация усугубится, то силы спасателей вновь будут брошены на борьбу со стихией. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком. В России назвали регионы самым доступным для населения бензина. Мы в аутсайдерах списка. Исследователи наглядно показали, сколько бензина 92-й марки может позволить купить себе россиянин на среднюю сортплату в месяц. Самыми обеспеченными горючим стали северные территории страны и обе столицы. Рекорд – две с лишним тысячи литров в Ямало-Ненецком округе. Дефицит в стране испытывают на юге страны и в Алтайском крае. Наш показатель – 557 литров бензина в месяц, самый низкий в Сибири. При этом с начала года рост стоимости горючего в крае составил 2%. И этот показатель не отстает от среднестатистического по стране. Тепличный комбинат индустриальный в Барнауле передан в аренду новосибирской компании «Толмачева» от того же профиля. Такой формат собственности будет действовать до проведения торгов. В краевом ментельхозе подчеркнули, что аренда – не ключевая задача. На прошедшем в июле Большом совещании в правительстве региона губернатор Виктор Томенко попросил завершить историю индустриального правильно. А именно не обанкротить предприятие, а продать его и рассчитаться по обязательствам давно убыточного производства. А пока теплицу готовят к проведению торгов, распоряжаться ею на правах аренды будет новосибирский тепличный комплекс. Добавим, что ранее руководство новосибирского комплекса определило сумму вложений в 230 миллионов рублей. Люди выстраивались в очередь, чтобы купить натуральные фермерские продукты на гастрономическом фестивале «Свое», который прошел в краевой столице в минувшие выходные. Такой ажиотаж со стороны горожан вызван тем, что в обычные дни подобная продукция практически недоступна для покупателей. На гастрономический фестиваль «Свое» съехали сотни фермеров из разных уголков края, а также из соседних регионов. Они представили свежие овощи, выращенные на родных полях, молочные и мясные продукты собственного производства и, конечно же, бренд Алтайского края – мед. За натуральной продукцией люди выстраивались в очередь, ведь это едва ли не единственная возможность купить экологически чистую еду. Ну, кефир очень свежий, я имею в виду, в магазине не такой. Действительно, наверное, свежая продукция, поэтому... Скажите, такая продукция, она доступна вот в магазинах? Ну, я где-то видела, я имею в виду, что есть это, да. Но мало? Мало, да, очень мало, ее редко я вижу, эту продукцию, так что давайте, распространяйте в наших магазинах. Да, я хочу, чтобы обязательно был какой-то уголок для фермерских угодий, чтобы продавали. Почему фермерская продукция сейчас в дефиците и крайне редко появляется на прилавках популярных сетей, расскажем в ближайших выпусках новостей. Продолжаем выпуск. В эти дни, ровно 28 лет назад, в Москве произошел августовский путь. В 1991 году был подписан указ об образовании государственного капитета по чрезвычайному положению. Туда вошла часть советского правительства, в то время недовольная политиками Михаила Горбачева и его реформами. Сейчас ко мне присоединяется Илья Кочетков, он пообщался с людьми, которых эти события не обошли стороной. Илья, здравствуй. Расскажи, как тогда барнаульцы восприняли августовский путь и что теперь вспоминают? Знаешь, Ирин, большинство тех, с кем я говорил, отмечают первое время, первые пару дней, просто никто ничего не понимал. Информации было ноль, царила неизвестность. Но обо всем по порядку. Наш коллега, фотокорреспондент Андрей Каспришин, говорит, даже в официальном издании Крайкома партии «Алтайской правде» поначалу не знали, что конкретно происходит. Ни интернета же ничего не было, ни сотовой связи. Где-то через кто-то, кого-то, кому-то позвонил, кто-то сказал. И все так шепотом разговаривали. То есть друг-друг передавали такую информацию. И уже, наверное, во второй половине дня застучал телетайп. То есть вся толпа наша редакционная там сгрудилась у этого телетайпа с этой лентой. Стояли, читали. То есть вот он, практически такой исторический снимок этой телетайпной лентой. Вот это, можно назвать, первая информация, которая пришла в Край. Члены ГКЧП требовали поддержать ввод чрезвычайного положения по всей стране. Но Барнаул стал одним из немногих городов, заявившим, путь не пройдет. Вот что вспоминает Константин Емешин, тогда депутат Крайсовета. Я немедленно связался с председателем исполкома, со всеми депутатами. И мы уже в первый день, 19 числа, собрались. Здесь депутатский клуб у нас был. И мы признали, что это государственный переворот. На площади Советов тогда собрался массовый митинг, требующий арестовать мятежников. В то же время другие силы пытались перекрыть все возможные каналы распространения информации. Писатель, журналист Анатолий Кириллин, в то время был ведущим независимой телекомпании «Сибирь». Он вспоминает, чтобы выдать в эфир обращение депутатов против ГКЧП, свою редакцию им, журналистам, пришлось буквально прорываться. Властей или кто-то командовал всем этим делом, как всегда, не хватило ни сметки, ни знания. Они поставили автоматчиков на редакционном корпусе. А депутаты вместе с нами прорвались мимо дедушки с зеленым околышем фуражки, который оторопело посмотрел на все эти удостоверения. Мы прорвались с этой пленкой, залезли в окно в редакцию со стороны технической службы. Записали, включили. Все это за спиной автоматчиков было. Участники вспоминают, были все признаки того, что атмосфера накаляется. Но 21-го стало известно, что путь провалился, а его лидеры арестованы. А уже 22-го числа над Краевой и городской администрациями вместо обветшавших красных флагов появились новые триколоры. Через полгода Советский Союз окончательно распался. И началась, как говорится, совсем другая история. Илья, спасибо за этот рассказ. Я напоминаю, что у нас в студии был Илья Кочетков. Мы продолжаем. Штраф за перекур. Минздрав рекомендует работодателям вычитать у курящих сотрудников деньги из зарплаты. Они убеждены, что из-за перерывов падает продуктивность. Пока это только рекомендации, а не обязательные меры. Наша съемочная группа выяснила, что сами горожане думают об этой инициативе. Минздрав хочет штрафовать людей, которые курят на работе. Ну, хочет предложить так делать. Ну, якобы падает продуктивность. Как считаете, хорошая инициатива, плохая? Я думаю, что хорошее сэкономит, скажем так, рабочее время и будет более продуктивный производственный процесс. Я сам не курю и к курению отношусь, в общем-то, неодобрительно. Но насчет штрафовать, я думаю, это вопрос между работодателем и работником должен решаться. Как говорится, при обоюдном согласии. В принципе, это здорово, чтобы люди о своем здоровье заботились и другим не вредили тем самым. Я думаю, хорошая идея. Как к этой инициативе относитесь? Плохо. Почему? Потому что я сама курю, и это мне не мешает. То есть продуктивность не падает? Нет. Штрафовать не обязательно. Сделать, если такое график курения. Я вот не курю лично, так что меня это никак не коснется. Но курить, не курить, это личное дело каждого. Главное, чтобы не мешали другим людям. Как еще работодатель мог бы стимулировать работников больше работать и меньше курить во время работы? Зарплату повышать тем, кто не курит. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире.